В прошлом видео я показал, что можно подарить коллекционеру, какие аксессуары на Новый год или просто как подарок. А в этом выпуске я продолжаю тему новогодних подарков. Возможно, вы хотели бы кому-то подготовить монетный презент. Впервые на моем канале это будет аукцион монет из моей коллекции. Я выставляю на продажу вот такой вот альбом и полную коллекцию монет 1 гривна к нему. Все монеты в очень хорошем состоянии. Сейчас вам покажу каждую монету, реально штемпельный блеск. Так как я разбирал мешки монет, а еще у меня есть открытые роллы с 1 гривной, я решил провести вот такой вот интерактивный аукцион. Я видел, что некоторые каналы такое делали и хочу попробовать вот такой вот формат видео. Напишите, что думаете по этому поводу. Если понравится, я буду периодически такое делать. И мне будет приятно, что он достанется кому-то из моих зрителей. Сейчас я покажу каждую монету из этого лота. Друзья, чем больше лайков под этим видео, тем я чаще буду проводить разные конкурсы и подобные аукционы. Давайте сделаем хотя бы 300 лайков. Минимальный шаг цены 5 гривен. Блиц 2 800. И еще будет очень крутой и редкий монетный подарок. Я озвучу его после торгов. Ну что, давайте я покажу вам монеты. Начнем с этой страницы. Здесь мы видим 1 гривна 2016 года. 20 лет денежной реформы. Так, ну что, я достал все монеты из данной папочки. Во-первых, хочу отметить, что данная папка очень хорошая и качественная. То есть, мне нравится, как сделан дизайн, как сделана полностью, она открывается, насколько видны монеты. Ну, честно скажу, я уже много раз говорил по поводу конкретно этого альбома, что очень удачный, на подарок, красивый, стильный, действительно компактный. Ну, я всем советую. Вы видели, сколько у меня таких вот заполненных альбомов. Мне кажется, как за границу продавать, так как здесь, в Украине дарить кому-то, или самому даже иметь хотя бы один собранный вот такой вот полностью формат монет, это того стоит. Ну что, давайте переходить конкретно к монетам. Во-первых, хотел показать вот такая у меня интересная монетка, когда перебирал альбомы, нашел у себя вот такую гривну. Она была запакована, как я знаю, еще в те времена. Вот такой вот буклетик. И, собственно, я не стал ее там доставать, как-то разрывать, потому что довольно интересный, необычный формат упаковки. Наверняка не все видели, как такую гривну могли запаковывать в 2005 году. Ну, не суть. Это все равно не банковская упаковка, по крайней мере, это не НБУ делал, хотя я, честно сказать, не знаю. Сотрудник, который мне ее продавал, он работал в банке. Возможно, они как-то самостоятельно где-то там был, какой-то частный заказ. Сложно уже сейчас как-то это сказать. Если кто-то знает по поводу того, кто делал такие монетки, напишите. Мне очень интересно, потому что такая гривна у меня есть в коллекции. Ну что, давайте переходить к монетам, соответственно. По очереди буду показывать. 2015 год. Монетки. Ну, понятное дело, монета из ролла. Монеты, которые доставались из роллов, они не всегда передают штемпельный блеск. Или не всегда они чистые, бывают даже с небольшими, маленькими такими коцками. То есть, я был удивлен, когда при мне раскрывались роллы, вот такие роллы. И когда монеты там были просто с откровенными царапинами. И это называется ролловое состояние. Так что, если монета из ролла, не всегда она прям бывает в идеале. Даже если вы сами ее лично распаковываете, смотрите, какая монета, более-менее нормально все. Видите, я еще специально лампу поставил, чтобы можно было смотреть, как ходит луч по конкретным монетам. И видеть состояние огненное. Ну, в данном случае монетки доставались из роллов. Конечно, не везде, прям везде бегает лучик света по ним. 2004 год. Кстати, 2004 год, как вы знаете, обычная монетка в хорошем штемпельном состоянии не так часто попадается, не так часто находится. Давайте покажу, какая здесь шикарная. Мы просто видим остатки блеска. Не знаю, насколько сейчас камера сможет передать именно на самой монете. Да, оно блестит просто. Она как будто бы в другом металле прямо сделана. Вот. Остатки, конечно, есть небольшие коцки, вот прям видите, царапки. Но состояние очень хорошее, прямо коллекционное. И, по этому делу, лучики света бегают по ним. Монетка просто горит, я бы сказал. Никакие полировки, никакие дополнительные натирания вообще не стоит применять к монетам, потому что это может просто-напросто убить монет. Вот еще из таких монет. Следующая монетка, посмотрите, это у нас 2001 год. Не знаю, как бы вам так передать состояние штемпеля. Монета просто супер. Они есть, кстати. Вот уже попадаются в продажи штемпельные монеты. Но это, я помню, из мешка. Монета в мешках в таком состоянии реально встретить, ну, где-то одна из тысячи бывает. Бывает чаще, в зависимости, какой мешок, какого года вам попадется. Вот. Бывает такое. Так, это мы показали. Следующие монеты. Кстати, 2002, 2003 не всегда они прям бывают с переливом луча. Вот. Так. Вот следующая монетка. 2002 тоже, видите, как она зеркалит. Так, попробую вам показать. Посмотрите, как зеркалит сама по себе монета. Очень хорошая. Не часто тоже. Вот я могу встретить в нормальном состоянии. Так, это у нас 2005 год. Видите, мы тут однозначно видим штемпельный блеск. Так, давайте дальше. У нас 2014 год. Вот. Такая монетка. Видите, прямо я чуть ли не себя вижу в отражении, потому что монета просто шикарна. В 2006 год. Прямо мы видим блеск. Понятное дело, отражение. Так, давайте дальше смотреть, что у нас. 2011. Как бы вам показать луч, который переливается на данной монете. Очень тоже она красивая. Просто бегает луч. 2012 год. Тоже луч бегает. Ну, это не, скажем так, нередкие монеты, которые сложно найти. Сложно найти, конечно, 1995 года. В штемпельном блеске, не мытую. Здесь мы видим монеты в хорошем состоянии. Без каких-либо видимых ударов, каких-то сколов, царапин. Ну, то есть, фактически монета идеальная. Вот, посмотрите, как отражается. Как с другой стороны. Я такую монету, думаю, на аукционе, ну, когда монеты были на пике, то есть, 1200 гривен за такую монетку люди просили. И, в принципе, она стоит этих денег, потому что монета шикарная просто. Это необычный пробный формат такого проведения. На самом деле, никогда не проводил аукционы на канале. Но мне очень хочется попробовать посмотреть, как вам этот формат. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, так, 95-й год монетку показал и 96-й год. Я, вы знаете, пересмотрел огромное множество монет 96-го года. Я сторонник того, чтобы эти монетки отложить себе. Хотя бы штучек 100, чтобы у вас было в коллекции. Сейчас я покажу, сколько у меня есть. Здесь монета хорошая. Здесь монета хорошая, отражается. Мне бегает тут прям луч света, как вот из той монеты, которая у меня была. Одна в коллекции есть прям в штемпельном блеске. Сейчас я покажу, насколько сложно найти вот даже в таком состоянии монеты. Вот я перебрал вот коллекция моих гривен. Вот посмотрите, какое количество монет. И реально, к сожалению, блестящих в штемпельном блеске, ну, просто, просто не встретить, да. Вот. В данном случае у меня есть три альбомчика. Вот там приблизительно все в одном вот в таком вот состоянии, где она гривна. Так что монетка очень классная. Я рекомендую вам откладывайте. Обязательно штук 100 отложите себе 96-го года. Ну, и 95-го желательно тоже хотя бы отложить. Ну, у меня 100 штук, к сожалению, нет. Но рекомендую такую гривночку тоже отложить. Ну, что ж, друзья, вот такой вот набор монет. Это потрясающая гривна. Просто вы гляньте, в какой упаковке. Одна из тоже моих самых любимых. По дизайну сделанная. И вот такой вот, соответственно, к ней пойдет для размещения гривен футляр. Что ж, пишите ваши ставки. Стартуем с одной гривны. Блиц 2 800. Аукцион будет до 12 декабря. До 10 часов вечера, друзья. Так что обязательно принимайте участие. Буду рад, если данная коллекция монет отправится кому-то из моих зрителей. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Поставьте лайк, если оно вам понравилось. И понравился такой формат. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok